Вода всегда воспринимается человеком как великое благо, но она одновременно, являясь источником повышенной опасности, может стать и врагом, если не соблюдать необходимые меры предосторожности и правила поведения на воде. Об этом пойдет речь в нашем фильме. Следует помнить, что безопасность людей на воде обеспечивается двумя составляющими. Первое. Организуется и обеспечивается владельцами баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, мест массового купания и отдыха людей. К обязательным мероприятиям, проводимым выше перечисленными лицами, относятся ежегодное проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна, акватории пляжа от предметов, угрожающих жизни и здоровья купающихся, подготовка дружинников, спасателей ведомственного спасательного поста, укомплектовка его плавсредствами и спасательным инвентарем, выставление предупреждающих знаков и бойков, обозначающих границы заплыва, оборудование сцентов с наглядным материалом по правилам поведения людей на воде, Если все эти вопросы не решены, отдыхающие в данном месте купания могут грозить серьезными неприятностями. Говоря о второй составляющей безопасности людей на воде, следует иметь в виду знания и выполнение каждым правил поведения на водоемах. Они сводятся к следующему. Купайтесь только в оборудованных, проверенных местах. В период весеннего половодия в акватории пляжей могут быть занесены и затоплены бревна, коряги, рыболовные сети, брошенные на льду в зимнее время металлические конструкции и другие предметы, угрожающие жизнь и здоровье купающихся. В связи с этим и проводится водолазное обследование, а также очистка акватории, предназначенных для купания людей. Часто встречается на дне всякий мусор, бутылки, пластиковые, стеклянные, консервные банки. Наши отдыхающие, видимо, не очень ценят окружающую среду и скидывают все в водоемы. Купание в непроверенных, незнакомых местах грозит травмами и смертельной опасностью. Не заплывайте за знаки ограждения, которыми обозначено место купания. За их пределами вас могут ждать опасные неожиданности. Не ныряйте в незнакомом месте. Для этого подготавливаются специальные места для ныряния. Находятся они в некотором удаленном месте от места общего купания. Не прыгайте также в воду с мостов, дам, причалов, лодок и катамаранов. Рядом с гидросооружениями, как правило, много строительного мусора. Неудачный прыжок сплавательного средства может перевернуть его и создать угрозу для безопасности находящихся на нем людей. Можно и самому заработать травму, ударившись, к примеру, о корпус сплавательного средства. А поскольку акватория купания и место, отведенного для катания на лодках, несовместимы, то ныряйте вы, по сути дела, в незнакомом, необследованном водолазами месте, что, кстати говоря, чревато неприятностями. Не подплывайте также к катерам, пароходам и моторным лодкам. Волной может ударить о борт судна, а работающий винт может не только покалечить, но и привести к гибели неосторожного купающегося. Не используйте неисправные плавательные средства. Не выходите в плавание без спасательных и воды от длинных средств. Не погружайте плавательные средства пассажирами и грузом сверх установленной нормы. Не купайтесь и не катайтесь с нетрезвым состоянием. Статистика гибели людей на воде говорит о том, что более 50% утонувших были в различных стадиях алкогольного и наркотического опьянения. Не пользуйтесь при купании автомобильными камерами, мечами, надувными матрацами. Излишняя уверенность в их надежности иногда играет злую шутку, особенно, когда купающийся от пол далеко от берега. И если отдыхающие плохо плавают, исправить положение бывает очень сложно. Не допускайте шалости на воде. Шалости Нептун не любит, нарушителей он губит, невзирая на чины и не чувствуя вины. Учитесь плавать, если не умеете. Не заходите в воду глубже, чем попоят. На пляжах для неумеющихся плавать должны оборудоваться отдельные участки, огражденные поплавками. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Длительное пребывание в воде может вызывать судороги. Едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь и, повернувшись на спину, ложитесь на воду. Успокойте себя. Судорога болезненна, но не смертельна. Растирайте и разминайте мышцу. Если у вас свело судорогой переднюю мышцу бедра, то распрямите ногу и оттяните носок вперед. Если же судорога в икроножной мышце или на задней поверхности бедра, то выпрямив ногу, тяните носок на себя. При судороге пальцев рук быстро и сильно сожмите кисть в кулак. Затем с усилием резко отбросьте руку и разожмите кулак. Когда судороги пройдут, немного отдохните, затем перевернитесь и плывите к берегу. Желательно другим стилем. Длительное плавание может вызвать усталость. Как только устанете или начнете замерзать, то немедленно разворачивайтесь и плывите назад. Обязательно будьте спокойны. Экономно расходуйте свои силы, время от времени отдыхайте. Ну, к примеру, перевернувшись на спину или расслабившись. Отдых чересчур не затягивайте, чтобы не замерзнуть еще больше. Если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добраться до берега, во время отдыха поднимайте руку и машите, стараясь привлечь к себе внимание. Если вода попала в дыхательные пути, то не паникуйте. Паника – самый страшный враг на воде. Для этого встаньте столбиком, работая руками-ногами, удерживайтесь на плаву. Откашляйтесь. Затем плывите к берегу. Если вы попали в струю быстрого течения, не пытайтесь бороться с ним, а выгребайте по течению к ближайшему берегу. Учитесь оказывать первую помощь пострадавшему на воде. Берегите себя, ваших близких. Будьте осторожны. Выполняйте предписания водоспасательной службы, правила победения на воде. И неприятности обойдут вас стороной. Приятного отдыха! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok